Доброго времени суток! Очень коротенькое видео Должен дать ответ многим пользователям Которые задали вопрос Какие же результаты Посева на жидкую среду Вот Сейчас показываю В каких условиях на инкубации находились флаконы Вот этот флакон находился В этой емкости Ну так скажем При комнатной температуре Ну при той температуре Которая поддерживается в лаборатории Она немножко выше чем комнатная И вот второй флакон находился В инкубаторе Вот демонстрирую Температурный режим Здесь на уровне он приблизительно 24-25 градусов Второй флакон Давайте Мы его достанем И сейчас проанализируем Что в них происходит Видео вынужден снять просто сейчас Потому что Если с этим флаконом Так более все Как понятно С тем флаконом Который находился На Ну в инкубаторе Вот другой флакон Вот с ним довольно таки Интересный случай произошел Давайте мы посмотрим Что здесь происходит Лучше выбрать И вот Понаблюдаем Не нужно Излишний комментариев Для того чтобы понять Что внутри Что-то растет Это понятно Любому Понят не только взрослый Но даже карапуз Вот что и там растет Видим что Культура довольно таки Гомогенная Нету Каких-то посторонних Там примесей И взвесей Там и других цветов Культура Вся довольно таки Белая И Этот рост Я Перемешиваю Этот флакон Каждые сутки И вот каждые сутки Когда я прихожу Ну Через сутки Можно сказать Там Немного даже быстрее Через часов 12 То я вижу Вот такие явления Сначала они были маленькими Это выросло буквально Со вчерашнего дня Вот я хотел это продемонстрировать Это флакон Со штаммом Мицелия М5 Ну и вот штамм Мицелия П80 Он находился В инкубатере Тут пока Такого роста Не наблюдается Есть подозрение Что в условиях Там лаборатории Мицелий М5 Рос лучше В этом флаконе Но Здесь я по-моему Уже Озвучивал Еще раз озвучу Еще не раз Озвучу А феншуя А феншуя При Явлении феншуя При выращивании Мицелия Вот именно То понятие феншуя При выращивании Мицелия То есть движение Воздуха А скорее всего Температурного режима Очень важный параметр При заращивании Мицелия И не только Мицелия А и самих грибов В выростных Помещениях Если кто-то Думает Что грибам Хорошо При стабильных Условиях Он очень сильно Ошибается В таких Искусственных Условиях Когда он Замкнут в этом Пакете Дыхание В этом пакете Может происходить Только единственным Образом Когда температура Помещений Будет повышаться И будет понижаться Когда она Повышается Из этой Ну Мицелии Как бы Выдыхает Ну это происходит Физическим методом У него же нету Легких Как-то ему нужно Это делать Когда температура Понижается Происходит Перемещение воздуха Внутрь Таким образом Мицелий дышит И таким образом Я вижу Что Именно Нестабильные Вот эта температура Подъемы И снижение Температур Дают намного Больше И быстрее Рост Чем стабильная Температура То же самое У вас произойдет И в выростном Помещении С грибами Если вы сможете Наладить Подъем И снижение Температуры То результат Результат Будет лучше Чем стабильная Температура Теперь можно Еще остановиться На вопросе Какой же Должен быть Вот этот Перепад Температур Например Каким должен быть Я на все вопросы Нету ответов Но однозначно Могу сказать Вот например Как это происходит В лаборатории Для максимально быстрого Заращивания Мицелия На таком Быстром этапе Значит я делаю Подъем Температуры Резкий подъем Температуры До Даже иногда До 32 градусов Но иногда В основном Это 30 градусов На Буквально На час-два И потом После этого Температура Самостоятельно Снижается Приблизительно До 22-24 градусов Вот это Тот феншуй Который дает Максимально быстрый Рост Мицелия В лаборатории И Еще раз Вернемся К флаконам Хотелось бы Еще рассказать Вот Об этом флаконе Если мы Думаем Что здесь Тоже все так Безоблачно То попробуем Не знаю Насколько нам Техника позволит Сейчас выловить Этот момент Вот Видно 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 Вот там На заднем плане Там на фоне Вот крыши Сейчас Когда я буду Поворачивать Вот видим Такую Как бы Муть на дне Вот Вот эта Субстанция Вот Сейчас мы Четко Уже Видим Только Бо мне Не разбить Вот этот Флакон Четко Видим Вот то Что на Дне Это Субстанция Которой Не было В этом Флаконе В тот Момент Когда Он Засевался Ну и Честно Скажу Я не Фильтровал Особо Этот Раствор Это Просто Был Такой Эксперимент Который Делался Очень Быстро Просто На ура Мне Было Интересно Что Из Этого Все Произойдет Поэтому Я Сильно Не Вникал Там Был Какой-то Осадок Из Заваренной Вот Этого Бульона Значит Посмотрите Связанное Видео Как Это Все Делалось Вот Тут Ссылочка Вот По Этой Ссылочке Зайдете Посмотрите Как Это Делался Вот Этот Посев Вот А Здесь Вот Этот Результат Вот Мы Сейчас Его Перемешали Видим Что После И Вот Это Муть Так Ее Назвем Это Не Муть Это Рост Клеток Мицелия В Этой Среде Значит Она Клетки Там Растут И Для Того Чтобы Мицелий Не Вырастал В промышленных Условиях Происходит Постоянное Вот Такое Перемешивание Специальные Агрегаты Которые Вот Скажем На Таких Штативах Помещаются Флаконы И Находятся В Постоянном Движении Если Этого Движения Не Будет То Будет Происходить Вот Такие Вещи Значит Этой Мицелий Уже Будет Вырастать Вот Такие Сростки Что В принципе Нам Нежелательно Нам Лучше Было Чтобы Он Вырастал Вот Таким Вот Образом Ну Можно Сделать Такой Вывод Что Нестабильность Температуры Помещений Или Возможно Вот Именно Те Подъемы Температуры Которые Это В любом Случа Говорит О Высокой Активности Этого Мицелия Это Однозначно Вот Ну Как Дальше Его Применять Куда Мы Будем Его Заливать Или Там На Маточные Мицелии Или Еще Что Будем Делать Это Мы Посмотрим Но В дальнейшем Ему Судьба Однозначно Значит Будет Следующей И Для Того Когда Вы Покупаете Мицелий Вот Ответ На Где Какие-то Видеоматериалы Фотоматериалы Подтверждающие Что Вот Из того Мицелия Которая Производится В лаборатории Можно увидеть Что из него Можно вырастить Я Например Лично Так и поступаю У меня Можно посмотреть Вот Штамп П-80 Есть у меня Видеоматериал Что Приблизительно Из него Растет И Еще раз Возвращаемся К пятому Почему Я снимаю Это видео Потому что Сейчас я Наверное Как видите Здесь Немножко Разное Количество Растворов Тут меньше Возможно Это привело К этому Росту На этом Флаконе Еще я Заметил Что в процессе Здесь Прошло Сколько Приблизительно Сколько Месяц Где-то Прошло Да Где-то За месяц Это все Выросло Да Ровно Месяц То Нужно Сделать Такой Вывод Что За Месяц Ну Вот Приблизительно Там Где Ну Какая-то Такая Пенистая Вот Эта Линия И Вот Ниже Нее Вот Приблизительно Это количество Жидкости Мне кажется Что высохло Несмотря На то Что Здесь Находится Ватно-марливая Пробка И то Что Все Упаковано И не зря Я вам скажу Не зря Вот это Упаковано Все-таки Вот эту Фольгу Которая Настерилизовалась Она все-таки Защищает Нам попадание Ну Ненужных Там Из внешней Среды Сюда Вещей Вот То Правильно Это сделано И возможно Немножко Снижает Испарение Но все-таки Жидкость Испаряется И В данном Моменте Этот флакон Мы останем Таким Интактным А этот флакон Мы все-таки Попробуем Добавить сюда Ну Какого-то Ну Вот Возьмем Например Вот Самое Элементарное Вот Что такое Даже Добавим Какое-то Количество Например Попробуем Сделать Больше Этот объем После Значит Этого флакона Однозначно Мы его будем Пересевать На стандартный Агар На чашку Чтобы хорошо Посмотреть Что из этого Всего будет Расти После этого После агара Однозначно Будем высевать Его уже На маточный Банку После банки Будем делать Из этого Будем делать Нулевую Культуру В пакете Посмотрим Что из этого Будет Произрастать Ну и в дальнейшем Уже получим Рабочий Мицелий После этого Мы Этот Рабочий Мицелий Будем засевать На пакеты И посмотрим Какая будет Урожайность Из этих Грибов Как сами Понимаете Это все Займет Немножко Такое Длительное Время Но здесь Поспешить И прискорить Этот процесс Мы не можем Это все Зависит От физиологии Самого Гриба От изобретения До внедрения Самолета Происходит 7 лет Но здесь У нас Пройдет Ну не 7 лет А Ну где-то Месяца Наверное 3 Не Меньше Вот такое Повествование О Росте На Жидких Средах Намного Проще Технически И практически С ними Работать Но есть Одно Большое Но Скажем Так Одно Большое Но Что нужно Иметь Клеточную Культуру Как-то Где-то Ее нужно Получить Можно Обращайтесь Ко мне Там Или по Скайпу Или пишите Или звоните Клеточная Культура Есть Там В шприцах Ну то есть Есть в любой Форме На агарах Если вам Будет нужно То попробуем Как-то Этот вопрос Нарешить На этом Пока все Удачи вам Любви И терпения С вами был Макс Эллер Удачи вам